Введение в тайны NASA — это не тайный клуб заговорщиков, а мировая организация с открытым подходом к большей части своих исследований, тем не менее, даже такому гиганту, как NASA, не чужды проекты, о которых редко говорят. Некоторые из них связаны с оборонными нуждами или новейшими разработками технологий, что требует определенной степени конфиденциальности. Например, агентство активно участвует в исследованиях с участием Министерства обороны США, работая над передовыми системами навигации и наблюдения в рамках требований безопасности. Однако это не значит, что эти проекты окутаны завесой мистики. Они скорее тщательно регулируются и документируются, избегая публичной огласки из-за стратегической важности. И все-таки ряд подобных исследований вносит важный вклад в наш научный прогресс. Технологии, испытанные в таких программах, могут стать основой для будущих открытий и улучшений в повседневной жизни. Они также помогают превратить невероятные идеи в реальность. Какими бы ни были секретные проекты, NASA остается передовым предприятием в изучении космоса и земных технологий. Давайте погрузимся в исторический контекст, чтобы понять, как прошлые инициативы влияют на сегодняшние решения. История секретных программ. Когда космическая гонка только начиналась, секретные программы NASA сыграли свою определяющую роль. В 1957 году запуск спутника СССР стал переломным моментом для изучения космоса. Вслед за этим в 1958 году для сокрушительного ответа был создан NASA и стартовала знаменитая программа «Аполлон», целью которой была высадка человека на Луну. Но вдали от глаз общественности разрабатывались и менее известные проекты. Так, в 1960-е и 1970-е годы NASA активно исследовало возможности межпланетных полетов. Но в отличие от широко освещенной программы «Маринер», некоторые военные инициативы оставались загадкой. В те времена проекты, связанные с военной спутниковой навигацией, были спрятаны под завесой секретности, отражая стратегические интересы США. Популярность темы управления погодой и подозрения о проекте «Моби-Дик» часто встречается в заговорах, но подтверждений этому нет. Эти слухи являются частью невероятных историй, которые звучат захватывающе, но часто не имеют оснований. Сегодняшние финансирования NASA представляют собой прозрачный процесс, где каждая статья расходов тщательно расписана. Хотя некоторые секретные исследования действительно существуют, они обычно финансируются через отдельные ведомства, а не напрямую через NASA. И все же их технология может преобразить наше будущее. Давайте заглянем в глубины современных исследований, чтобы понять, как эти вкладки отражаются в бюджетах. Бюджет NASA впечатляет, но не размерами астрономических сумм, а тем, как он используется. В 2025 году агентство запросило 25,5 миллиардов долларов. Эти деньги не только на ракеты и планеты. Например, программа Artemis стремится вернуть человека на Луну и изучить ее более глубоко. Также значительные средства направляются на исследование Солнечной системы, Земли и применение искусственного интеллекта. Хотя и существуют коммерческие и конфиденциальные проекты, все крупные миссии утверждаются Конгрессом, и информация о них доступна. Говорить о массовых секретных расходах на военные цели было бы ошибкой. Бюджет космических войск США и NASA — совершенно разные статьи расходов. Реальные примеры миссий, которые могут изменить наши технологии, включают проект Dragonfly, направленный на исследование спутника Титан. Заявленный вчера старт — 2028 год с общим бюджетом в 3,5 миллиарда долларов. Проекты, как этот, демонстрируют способность NASA продвигать границы возможного. Теперь, когда мы выяснили, куда идут миллиарды, давайте погрузимся в мир гравитационных исследований, которые приоткрывают дверь в будущее с новыми технологическими прорывами. Гравитация как центральный элемент создает уникальные вызовы и возможности для ученых. Гравитационные исследования На Международной космической станции царит не абсолютная невесомость, а состояние микрогравитации. Несмотря на то, что гравитационная сила Земли там все еще ощутима, постоянное свободное падение создает уникальные условия для испытаний и научных открытий. Эти условия помогают понять, как микрогравитация влияет на человеческий организм, включая изменения в ДНК, иммунной системе и костной ткани. Эксперименты на МКС проливают свет на неожиданное, как кости теряют плотность или меняется работа иммунной системы. Астронавты служат живыми примерами, показывая, какие проблемы микрогравитация создает для здоровья. Это дает толчок к созданию медицинских технологий, которые смогут сохранить здоровье космонавтов в долгих путешествиях, например, к Марсу. МКС — платформа для исследований условий, которые невозможно воспроизвести на Земле, и ее срок службы продлен до примерно 2024 года. Планы по созданию искусственной гравитации пока находятся на теоретическом уровне. Инженеры мечтают о будущем, где манипуляция с гравитацией станет реальностью, чтобы разрабатывать более эффективные двигатели для космоса. Перед нами еще множество загадок, которые ученые решают ежедневно. И как только в нашем понимании гравитации появляется проблеск нового знания, перевернуться могут не только научные статьи, но и сами теории об устройстве Вселенной. Позвольте нам показать, как медицина переносит эти знания на совершенно новый уровень, чтобы облегчить нашу жизнь здесь, на Земле. Прорывы в космической медицине В недрах НАСА кипит работа над инновациями, которые могут перевернуть не только космические, но и земные медицинские практики. Пока технологии 3D-печати органов еще остаются задачей будущего, активное исследование ведется в лабораториях на Земле, чтобы сделать эту задачу реалистичной для эксплуатационных нужд космоса. Такие разработки обещают большие перемены в будущем. Между тем, на борту Международной космической станции в ход идет использование продвинутых резистивных устройств, таких как Advanced Resistive Exercise Device или IRED. Эта техника позволяет астронавтам бороться с утратой мышечной массы и плотности в условиях микрогравитации. Тренировки с IRED помогают поддерживать физическую форму даже там, где привычная гравитация отсутствует. НАСА уделяет внимание и созданию компактных и автономных медицинских устройств. В проекте Crew Medical Officer Digital Assistant, разработанном вместе с Google, внедряются ИИ – врачи, которые помогают диагностировать и консультировать экипаж. Такие решения способны изменить традиционные методы медицинской помощи в космических экспедициях. Кроме того, НАСА вкладывается в развитие технологических новинок, таких как наносенсорные и переносные биомедицинские устройства. Эти приборы могут анализировать биомаркеры крови и дыхания, обеспечивая своевременное медицинское обслуживание в условиях ограниченных лабораторных ресурсов на борту. Все эти разработки открывают новое видение космической медицины и способствуют улучшению медицинской помощи на Земле. Остается только ждать, какие алхимические изменения произойдут в мире энергетических технологий, которые могут принести новые достижения для космических путешествий и нашей жизни на планете. Альтернативные источники энергии Космические путешествия сталкиваются с уникальными энергетическими вызовами, и НАСА активно ищет решения в этой области. Одним из таких прорывных шагов стал экспериментальный запуск солнечного паруса ACS-3 24 апреля 2024 года. Аппарат, стартовавший с космодрома в Махея, Новой Зеландия, использует давление солнечного света, а не ветер, чтобы набирать скорость. В перспективе такие паруса могут разгонять аппараты до 120 тысяч километров в секунду, делая текущих рекордсменов в лице того же Voyager 1 со своей 17 километрами в секунду медлительными ветеранами. Еще одной перспективной технологией являются ядерные реакторы, такие как проект Kilopower. Этот компактный реактор разрабатывается для долгосрочного энергообеспечения миссий на Луне и Марсе. Kilopower еще на стадии тестирования, и его использование возможно в будущем. Это обещает надежный источник энергии, способный поддержать человеческие и роботизированные миссии вдали от Земли. Также в арсенале NASA водородные и ионные двигатели, испытываемые на практике. Эти двигатели реально используются. Ионные двигатели, к примеру, уже демонстрируют успехи в управлении космическими аппаратами. Тем не менее, новые химические топлива все еще изучаются, и их потенциал велик. Хотя многие эти разработки формируются в космосе, их экономическое и техническое преобразование на Земле требует времени. Перенос наработок в энергетике на земные нужды пока на стадии предварительных исследований. Грядущие открытия NASA продолжают прокладывать путь для дальнейших инноваций, которые потенциально могут изменять наш мир не только в космосе, но и на Земле. Обратить внимание на темную сторону Луны стоит, ведь ее исследование скрывает неподвластные ныне ресурсы и открытия. Обратная сторона Луны, получающая столько же солнечного света, сколько и видимая, долгое время была за гранью нашего понимания. Теперь, благодаря усилиям NASA, эти неведомые территории вскоре окажутся в центре внимания исследований. Автономные аппараты и современные технологии предоставляют уникальную возможность изучить этот загадочный регион, включая его геологическую структуру и минеральные богатства. Под поверхностью Луны могут скрываться запасы гелия-3, редкий изотоп, который теоретически может служить топливом для термоядерного синтеза. Хотя технологии добычи и использования гелия-3 остаются на стадии исследований, открытие таких ресурсов может оказать значительное влияние на наши энергетические возможности в будущем. Обратная сторона Луны, отрезанная от земных радиочастотных помех, представляет собой идеальное место для радиоастрономических исследований. Отсутствие такой интерференции делает ее уникальной площадкой для изучения космической радиации и солнечного ветра. Это позволит ученым проводить эксперименты с высокой точностью и готовиться к будущим космическим миссиям. Хотя конкретных планов по установке постоянных станций на обратной стороне Луны в рамках программы Artemis пока нет, это направление исследований остается перспективным. Анализ данных из этих исследований может пролить свет на многие космические загадки и даже повлиять на будущие задачи человечества по освоению космоса. После успешных исследований Луны взоры НАСА устремлены и к Марсу. Этот красный сосед Земли станет следующим этапом в расширении границ нашего присутствия в космосе. Но об этом позже. Сейчас наша задача — разгадать тайны Луны и воплотить новые технологии в реальности. Марс. Ближайшая цель Марс — это загадочная красная планета, давно вызывает у ученых взволнованное трепетание, словно манящий мираж в пустыне. В преддверии грядущих миссий НАСА разрабатывает все более амбициозные планы. Особым успехом агентства стало годичное моделирование жизни на Марсе в уникальном модуле Mars Dune Alpha. Эта симуляция предоставляет ученым богатый опыт в решении множества еще нерешенных проблем. На пути к туманной цели НАСА планирует первую пилотируемую миссию на Марс в начале 30-х годов нового века с ориентировочным годом прибытия 2035-го. Даже фантастическое путешествие длиной в 6-8 месяцев, каждый конец и полуторагодовое пребывание на негостеприимной поверхности станет только началом. Хотя идеи относительно макетов марсианских колоний и биоцентров для выращивания продуктов пока остаются на Земле в формате симуляций, исследователями проводится активная работа над проектами поддержки жизни. Долгое пребывание на Марсе требует собственных запасов и недель радиационной защиты, хотя об этом до сих пор ведутся исследования, а утверждения об окончательной броне — лишь мечты будущего. Сотрудничество с компаниями, такими как SpaceX, продолжает расширять горизонты. Однако текущие финансовые неурядицы ставят под удар миссию Mars Ample Return, что добавляет элемент неопределенности в планы возвращения марсианских образцов на Землю. К тому же активные исследования в сфере искусственного интеллекта предполагают, что он займет значимую роль, хотя и не как полноценный член экипажа в ближайшее время. Эти инициативы привлекают внимание энтузиастов, вставляющих свое видение в реальное технологическое развитие. Все случается на наших глазах, и наступает момент, когда мир наблюдает, раскроем ли мы, наконец, загадки космической тьмы. Следующие шаги направляют к технологиям, которые позволят совершить невероятный скачок в освоении нашей Солнечной системы. Программы искусственного интеллекта Прямо сейчас NASA активно развивает искусственный интеллект для поднятия космических исследований на качественно новый уровень. Вы только представьте, системы способны автоматически корректировать траекторию полета без постоянного контроля с Земли. Такие технологии уже тестируются на практике, как, например, в марсоходе Perseverance, который освоил элементы автономной навигации через сложные ландшафты Марса. Однако окончательные решения при этом все еще остаются за операторами на Земле. NASA делает большие шаги в сторону усовершенствования ИИ, чтобы автономные системы могли принимать решения даже на большом удалении от Земли. Это направление активно развивается в рамках программ, связанных с миссиями Артемида и телескопом Nancy Grace Roman, приближающимся к середине 20-х годов нашего столетия. Автономные системы в будущем смогут не только выбирать маршруты, но и избегать возможных опасностей, используя мощные алгоритмы анализа данных. Вместе с тем работа над созданием роботов-исследователей продолжается. Они станут важной частью будущих глубинных космических миссий, где скорость принятия решений может играть критическую роль. Хотя технологии невидимости для космических кораблей остаются предметом научной фантастики, не стоит забывать, что многое из сегодняшнего реального арсенала NASA когда-то тоже казалось чем-то из мира грез. Взятие на вооружение ИИИ откроет новые горизонты в изучении космоса и, возможно, скоро перенесет нас в будущее, которого мы ждали. Что может быть еще более интригующим, предстоит выяснить, как частные компании вносят свой вклад в эти разработки. Их роль будет ключевой в следующей ступени космической эры. Технологии невидимости В мире, где космос еще остается границей неизвестности, ученые повсеместно исследуют невероятные технологии для будущих миссий. Одна из таких областей — изучение метаматериалов, способных манипулировать электромагнитными волнами. Хотя создание полной невидимости для космических аппаратов пока остается всего лишь фантастической мечтой, эксперименты в этой области все же продолжаются. Стоит отметить, что NASA сейчас не сосредотачивает свои усилия на разработке невидимости. Их акцент смещен на улучшение телекоммуникационных систем, навигации и защиты от космического излучения. Тем не менее, исследования метаматериалов, несмотря на их начальную стадию, могут открыть новый взгляд на невидимость в будущем. Перспективные разработки в теории включают возможность использования закономерностей, известных как радиолокационное поглощение. Эти технологии больше применимы в контексте военной авиации на Земле, но в космосе их использование остается теоретическим вопросом. Космос предъявляет особые требования, и адаптация технологий требует дополнительных исследований. Несмотря на то, что сообщества частных компаний, таких как SpaceX и Blue Origin, активно участвуют в работе с NASA, их фокус тоже остается более прагматичным, направленным на создание новых ракет и кораблей. На данный момент технологии невидимости не являются приоритетом в их совместных проектах. Будущее космических исследований скрыто в тумане, но, возможно, однажды понимание метаматериалов приведет к невидимым прорывам. Эти открытия могут стать ключевым звеном, соединяющим науку и фантастику, а пока работы продолжаются, а идеи ждут своего часа, чтобы проявить себя в полной мере. Взглянем на следующий нетривиальный аспект, где частные компании станут неотъемлемой частью космической гонки, изменяя представление о возможностях человечества. Роль частных компаний В последние годы стало очевидным, что частные компании играют ключевую роль в развитии космических программ NASA. SpaceX, известная своими ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy, подняла планку эффективности и внедрения многоразовых технологий. Однако, сейчас весь мир следит за проектом Starship. Это сверхтяжелая ракета, которая обещает изменить способы освоения других планет, таких как Марс. Не менее амбициозна и Blue Origin, под руководством Джеффа Безоса. Их разработка, суборбитальный корабль New Shepard, предназначена для туристических и научных полетов, а чуть более массивный New Glenn должен вскоре отправиться в космос. Эти ракеты разрабатываются с акцентом на многоразовость, что делает исследования космоса более доступным и экономическим. Boeing, специализирующаяся на пилотируемых миссиях, продолжает активное участие в программе Commercial Crew. Их корабль CST-100-100 Starliner ориентирован на доставку астронавтов на МКС, а также проводит значительную работу над ракетой Space Launch System для далеких космических экспедиций. Участие лучших авиационных умов в вопросах освоения космоса придает разработкам Boeing особую значимость. NASA и частные компании работают по фиксированным контрактам, что позволяет агентству сосредоточиться на исследовательской части исследований. Это совместное сотрудничество эффективно снижает затраты и подталкивает к инновациям, делая космическую эру своим уникальным достижением. Сотрудничество NASA с частными фирмами демонстрирует, что границы пространства перестают быть преградой для человечества. Этот симбиоз инноваций и бизнеса открывает нетронутые горизонты для будущих поколений. Оставшийся вопрос — разрешение этических проблем, что может оставить след в истории космических исследований и их влиянии на человечество. Очевидно одно — нас ждут новые открытия, но важно понимать, как они отразятся на моральном выборе и будущем всего человечества. Этические дилеммы Когда мы говорим о секретных экспериментах NASA, стоит уточнить — далеко не все эксперименты завуалированы. Тем не менее, этические вопросы все же занимают центральное место в обсуждениях о будущем космической науке. Рассмотрение возможностей генетической модификации в космосе — один из таких горячих топиков, но на уровне реальных проектов он пока только гипотеза. В этой области стоит сосредоточить внимание на том, как научное сообщество обсуждает возможные сценарии и какие аспекты ждут разрешения. Особое внимание уделяется предотвращению биоконтаминации, загрязнения других планет и спутников. Международные соглашения заботятся о защите этих небесных тел и Земли от непредсказуемых последствий. NASA придерживается политики ответственной планетарной защиты, что делает вопрос изучения других миров подчиненным строгим рамкам. Искусственный интеллект также не оставлен без внимания. Разве не интересно представить системы, которые могли бы сами управлять пространственными аппаратами? Хотя мы еще не достигли момента, когда ИИ превзойдет человека, эти разработки занимают ум ученых. NASA разрабатывает автономные технологии с акцентом на усиление безопасности и эффективности космических миссий, оставляя открытыми дискуссии об ответственности и этике. Вещи, именуемые секретами, в действительности чаще всего открыты для научного дискурса и оценок этических комитетов. Этот постоянный диалог помогает балансировать между удивительными открытиями и ответственностью за их последствия. Прозрачность и сотрудничество между нациями и агентствами играют ключевые роли. Таким образом, NASA совершает существенный вклад в наше понимание этических инноваций, оставляя зрителя на перекрестке ожидания новых прорывов и морального выбора. Ожидание новых горизонтов может подпитываться только нашим знанием и подготовленностью к грядущим вызовам.